Трафик нового для Приднестровья наркотического вещества синтетического происхождения пресек линейный инспектор таможенного пункта пропуска Первомайск. В рейсовом микроавтобусе, следующем из Одессы в Кишинев, он выявил почти полкилограмма бесхозных наркотиков. Как удалось определить их хозяина, узнаем из следующего сюжета. Линейный инспектор досматривал салон микроавтобуса, который ехал по маршруту Одессы-Кишинев. Дальше подозрительный пакет в салоне и срочные сообщения в отделении по борьбе с контрабандой. Был обнаружен свитер. Развернул свитер, линейный инспектор увидел полиэтиленовый сверток желтого цвета, замотанный скотчем. После обнаружения данного свертка он сразу же доложил в отдел по борьбе с контрабандой и, соответственно, мы выехали на место. Владельцем подозрительной находки оказался житель Кишинева. Он объяснил, что по Вайберу списался с одним из жителей города Одесса. По электронной почте, электронный кошелек, так называемый Вики, он произвел проплату в размере 1000 долларов. И уже когда прибыв в Кишинев, ему пришло сообщение, в каком месте находится данный сверток, где, соответственно, он и забрал. Владелец пакета заявил, наркотические вещества он перемещал для личного пользования. Однако объем наркотиков и обстоятельства происшедшего могут говорить об обратном. Возможно, многое объясняет род деятельности мужчины. Он работает барменом в одном из ночных клубов города Кишинев. Результаты экспертизы, а ее криминалисты провели в ускоренном порядке, показали. Владелец наркотиков пытался слукавить. Неправильно назвал и наименование вещества, и его стоимость. Которое, по предварительной информации, достигает 20 тысяч долларов США за килограмм. Данное наркотическое вещество является новым веществом. И невозможно его произвести в кустарном производстве только в химической лаборатории и только специалистами. Было установлено, что оно производится в Пакистан, Индии. Соответственно, столкнулись с новым наркотическим веществом. Ранее оно не попадало в поле зрения. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. Тем временем в Государственном таможенном комитете отмечают, что это далеко не первый случай, когда территорию Приднестровья пытаются использовать как транзитную в целях незаконного перемещения наркотических средств и грузов. Наиболее эффективная борьба с наркотрафиком возможна при условии взаимодействия с таможенными органами Украины и Молдовы.